Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я познакомился с мужчиной 3 недели назад. Приложение для знакомств. Неделю переписывались, потом встретились, было 2 свидания. На 2 свидания меня поцеловал. Мы говорили по телефону всего 1 раз, в основном переписываемся в WhatsApp. Он после 2 свидания захотел встретиться в 3 раз. Мы договорились встретиться в четверг. Вчера в среду, в 1 вечера мне пишут, что не может в четверг, и спрашивают. Можем ли мы встретиться в пятницу или в субботу? Я не смогу, потому что буду у родственников. Я отвечаю ему, что может быть как-нибудь встретимся. Он мне пишет, что все еще хочешь встречаться? Я отвечаю да. Потом происходит переписка, он мне затем скидывает фото своих домашних растений, цветов, квартиры и кофемашины. И пишет, если ты когда-нибудь ко мне придешь в гости, я приготовлю тебе кофе. Я спросил его, почему не сможет в четверг. Он ответил, что поздно вернется сразу после работы, и потом, возможно, к нему придет в гости друг, которым он давно не видел, если не будет уставшим после работы. Хотя раньше этот парень сам назначал мне в четверг. И говорил, что в выходные он не может встречаться. Мне кажется, это просто манипуляция. Может, он нашел кого-то в приложении. У меня предчувствие, что молодой человек не серьезный. Посмотрите. Во-первых, здесь отсутствует вопрос. То есть, какой у вас вопрос к психологу. Если речь идет как-то о том, чтобы, например, погадать, да? Если речь идет о том, чтобы как-то подтвердить или опровергнуть, например, ваше обращение относительно того, серьезен или нет молодой человек, то я думаю, что вряд ли психолог это сможет сделать, потому что с вероятностью 50 на 50 это действительно может быть так, как молодой человек говорит, а может быть и действительно манипуляция. Вообще говоря, вам лучше знать, потому что вы, молодой человек своего, знаете лучше, чем мы. Я могу сказать, что вы боитесь, что молодой человек не серьезен. Это связано, вероятно, с тем, что вы сомневаетесь в своей ценности. Обычно, когда люди предполагают, что кто-то, кто-то не серьезен, это является переносом такого отношения к себе, что я не серьезен. Вот. Меня сложно воспринимать всерьез. И, соответственно, вот отсюда возникают такие мысли. То есть, это не верно в себе. С другой стороны, вы пишите, что познакомились с мужчиной 3 недели назад. Срок очень маленький. То есть, как бы, здесь становится вопрос о том, да, мне слишком ли рано говорить о серьезности. И, в общем-то, как бы, не получается ли так, что серьезность нужна вам? Не получается ли так, что вы хотите серьезности для чего-то? Например, для чувства собственной защищенности, может быть, или для чувства уверенности. Это очень важный момент. Дальше. Очень важный момент заключается в том, что между вами общего. То есть, молодой человек действительно мог найти себе какого-то. И еще. Это правда. Но, это могло произойти и без той истории, которую вы описываете. То есть, это могло произойти просто потому, что, извините, в достаточно большой доступности находятся другие люди. Особенно, если мы говорим о приложениях, о приложениях ВКонтакте, ну, вот, знакомствах. Вот. Тут дело не в том, нашел ли он кого-либо. Тут дело немножечко в другом. Тут дело в том, что между вами общего и что вас связывает. И мне кажется, что вместо того, чтобы гадать относительно того, серьезен он или нет, вы могли бы просто посмотреть на ваше взаимодействие с мужчиной в контексте того, что вас связывает. Потому что люди, которые знакомятся с интернетом, в интернете, довольно часто сталкиваются с проблемой того, что общего достаточно мало. Вот. На это влияет специфика интернет-общения. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это в такой позиции. Если вы начинаете тревожиться, если вы беспокоитесь, это страх. Вероятнее всего страх быть брошенной. Или остаться одной. И неуверенность в себе. То есть неуверенность в собственной ценности. Неуверенность в собственной значимости. И так далее. То есть с точки зрения психологии проблема здесь вот. Пока. Вот, в принципе, и все. С чего здесь конкретно, с чего нужно начинать разбираться? С вашего вопроса, почему он не сможет четверг, из какого чувства вы, Виктория, этот вопрос задавали? Это была обида. Это было разочарование. Это было что-то еще. Попробуйте здесь поинследовать свои чувства. И, соответственно, я думаю, что это и станет ключиком к тому, с какой проблемой вы в данной ситуации столкнулись. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть вам нужно разобраться в себе в первую очередь. Чтобы не переносить ваши собственные проблемы в отношении с человеком, которому они не нужны. И, чтобы это не влияло деструктивно на ваше взаимодействие. Потому что, если молодой человек почувствует, что вы пытаетесь решать за его счет свои трудности, то вы станете гораздо менее привлекательны для него. Ну и последнее, на что я бы хотел обратить внимание, это на то, как вы видите молодого человека. То есть вы видите его как что, как вы его воспринимаете, какие чувства он вас вызывает. Обратите внимание на векторность этих ощущений. Это векторность, направленная на него, или векторность, направленная на вас. То есть мне важно в нем что-то для себя, или мне важно в нем что-то для него. Обратите, пожалуйста, на это внимание. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.